Аллилуйя! Шалом, дорогие братья и сестры! Приветствую вас, мои дорогие друзья, по всему миру, где бы вы ни находились, приветствую вас и соглашаюсь сегодня с вами в ваших молитвах, в вашей вере в том, что Иисус царствует. Он царствует, это истина так. Иисус царствует в наших жизнях, Иисус царствует во имя Иисуса, пусть его царство проявится в наших странах во имя Иисуса Христа. Иисус царствует во всякое время, дорогие. Халлилуйя! Вижу вас, рада вас видеть. С вами пророческий разговор с Марией Симоненко. Халлилуйя! Я чувствую такое воодушевление, такое одухотворение, вернее, от Господа в это время, великое время, когда рождаются новые вещи от нашего Господа в жизнях многих-многих-многих Божьих людей. О, слава тебе, Господь, за все, что ты делаешь в это время. Халлилуйя! О, вы знаете, дорогие, последнее время это массивная такая, массивная атака на пророческое служение, массивная атака в мире вообще в последние недели. И в эти месяцы вообще, особенно в последние недели, все это связано с тем, что мы подходим к моменту тотального прорыва для тела Христа, моменту, когда вещи Господа, которые Он приготовил для нового сезона, рождаются непосредственно в своем физическом проявлении в наших жизнях. Поэтому брак, конечно, хочет препятствовать этому. И атака в последние недели была сильная атака, демоническая атака осуждения, демоническая атака вины, демоническая атака на разрушение Божьего дела. Но Иисус царствует, и Его победа на нас является. Его слава на нас становится ярче. Свет Господень восходит над телом Христа, чтобы всякая тьма отделена была полностью во имя Иисуса, чтобы дела тьмы были обнаружены и сокрушены во имя Иисуса Христа. Халилюя! Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы, проповедовать лето Господне благоприятное, И день мщения Господа Бога нашего, утешить всех сетующих, возвести сетующим на Сионе, что вместо пепла дается украшение, вместо плача велей радости, вместо унылого духа славные одежды. И назовут нас сильными правдой и насаждением Господа во славу Его. Амэн! Халилюя! И я продолжаю благовествовать, и я продолжаю проповедовать лето Господне благоприятное. В этот сезон, когда Господь последние, а особенно последние несколько лет, особенно последние пару лет, Господь готовит свою Церковь к тому, чтобы мы встали и поднялись в вере и силе Господа и оставили свою духовную хромоту в прошлом. Это время, это такой этап подготовки, когда Бог ожидает, что наши глаза Его возлюбленной будут прикованы к Нему с верой, с реальной великой Божьей верой. Когда деяние три происходит, когда Он протягивает свою руку, и Он видит в нас эту веру, наш отклик на Его призыв, и мы хватаемся за Его руку с верой в нас. И Он укрепляет нас своей верой, своей силой для вхождения в сезон реальности Царства Божьего на земле. Сезон, когда слава Господня восходит над Его телом. Здесь, на земле, сезон, когда мы входим во врата, у которых сидели последний сухой сезон, как просящие милостыню. Сезон, когда Церковь должна встать от своей хромоты и войти в силу Божью, и стать реально Светом Божьим на этой земле с новой силой. О, чтобы всякому Царству на этой земле, всякому народу на этой земле стало очевидно, где Бог и кто есть Бог. Что наш Бог единственный, Иисус Христос, Который отдал свою жизнь за нас, Который отдал свою жизнь и пошел на смерть, и победил смерть, забрав все грехи наши, искупит нас от всякого проклятия, от всякого греха, от всякого беззакония, от всякой нищеты, от всякой немощи и болезни. Искупит не только нас, но и наши народы, искупит нашу землю. Это наш Царь Иисус Христос. Если ты сегодня еще не знаешь Господа, тебе нужно срочно бежать к Нему. Тебе нужно срочно примириться с Господом. Потому что всякая дьявольская ложь о том, что есть разные пути на небеса, что есть разные пути к святости, всякая дьявольская ложь в это время посрамляется. Мы входим в сезон, когда очевидно будет для всего мира, что Господь есть Тот, Который на Сионе. Господь есть единственный Царь, от Которого придет закон Сиона. Единственный Царь, Который является путем, Который является дверью в небеса. Халлелуя! Поэтому, драгоценные нам, так важно сегодня отбросить в сторону все компромиссы и жить жизнью, тотально посвященной Христу. Тому Царю наших сердец. Единственному, достойному для того, чтобы восседать на троне нашего сердца, который взошел на крест и взошел на трон наших сердец. Он единственный достоин сегодня того, чтобы Ему одному мы отдали всецело своей жизни. Не часть жизни, не кусочек жизни, не какой-то процент жизни, и даже не 95% своей жизни, но 100% всецело всему. И, дорогие мои, у многих людей, которые движутся в послушании голосу Божьему в эти последние несколько лет, очень были сложные времена. И этот этап, мы много говорили об этом. И Господь утешает свой народ, Господь укрепляет свой народ в это время. И, вы знаете, вот очи Господа, слово, которое дал мне Господь в эти дни, высвободит для тела Христа, а очи Господа всматриваются, взглядываются по всей земле, которые вглядываются и ищут людей, в сердце которых вполне, то есть полностью, всецело преданы Господу. Для чего? Для того, чтобы поддержать, укрепить и усилить. Это второе паралипоменон 16.9. А Господь ищет тех, чью сердце вполне предано Ему, чтобы укрепить, чтобы усилить, чтобы поддержать на этом пути послушание Его голосу. И я сегодня здесь, чтобы высвободить мощное слово ободрения о том, что Бог в это время особенным образом высвобождает свое сверхъестественное подкрепление и усиление для тех людей, кто принимает решение и двигается в этом решении в своей жизни, в том, чтобы всю свою жизнь отдать Господу, чтобы синхронизовать свою жизнь с планами неба, чтобы синхронизовать свою жизнь и согласовать ее, все сферы своей жизни с планами Отца и совершенной волей Отца. О, это так важно для нас сегодня. Сверхъестественное укрепление от Господа приходит в жизни людей, люди, которые всецело преданы тому, чтобы послушаться Господу в это время, люди, которые ступают в сферу огня в эти годы, эти люди, которые переживали потери, боль потерь, боль несправедливости, боль осуждения, все эти вещи, которые сопровождали процесс приближения к Богу, возвращения к сердцу Отца. К вам сегодня, дорогие, приходит сверхъестественное усиление от Господа. Это показал мне Господь, что Он сверхъестественно вмешивается в разные ситуации, где вы делали свою часть, вы делали все, что вы могли, согласно тому, как ведет вас Господь, согласно тому, что Он сказал вам делать, согласно истине, согласно правильному положению перед Ним. Но есть сферы в нашей жизни, где мы делаем все, что мы можем, но понимаем, что победа придет только от Господа. И вот в этих сферах Господь показал мне, что Он приходит со своим сверхъестественным усилением и укреплением для того, чтобы принести тотальные прорывы в сферах, которые годы не могли бы в этих сферах войти в полный прорыв, в полную победу. В это время, сейчас, особый такой период очищения наших жизней от всех вещей, которые не соответствуют Божьим стандартам, от всех вещей, которые не соответствуют воле Господа для вас, для вашей жизни, для этого времени в вашей жизни. Это время такого мощного очищения. И в это время нам важно быть на стороне Господа, когда Он очищает наши жизни. Нам важно согласиться с Ним просто во всем и быть на Его стороне. И Его сверхъестественная поддержка, и Его сверхъестественное укрепление приходит для вас в это время. Просто рассчитывайте на это. В ближайшие недели вы увидите Божье вмешательство и начало мощных прорывов в тех сферах и вопросах, в которых вы сражались в последние годы и не видели победы. И в начале 18-го года, как Господь сказал мне, я однажды еще злилась этим в эфире, который назывался, вы можете найти его в фейсбуке, все записи хранятся, Бог пробивает пробки в призвании в жизни тех, кто был подвержен осуждению, плевете, несправедливости. Вот эти 18-19 год Господь ясно говорил мне об освобождать это, передавать это тело Христа, передавать это Его Церкви, слово, послание о том, что грядет лето Господне благоприятное. Оно уже здесь. И Отец пробивает пробки в призваниях, то есть вещи, которые удерживали Его народ от того, чтобы войти в ту полноту предназначения, в ту божественную судьбу от Него, в это новое время с Ним, в этом новом сезоне. Это больше, чем сезон, это целая новая эпоха, эпоха Царства Божьего, проявляющегося на земле. И как важно нам быть тем более радикально согласованными с Ним. Это было время трансформации, это было время, когда Отец, знаете, в жизнь каждого из нас давал инструменты водительства для того, чтобы избавиться от вещей в нашей жизни, которые препятствовали Его работе и исполнению Его воли. И в феврале восемнадцатого года Господь показал мне, что в моей личной жизни, ну, в моей личной жизни просто были вещи, которые я не могла сдвинуть с места. И Отец показал мне тогда, я делилась этим в эфире, что есть вещи, вопросы в нашей жизни, где мы должны пробивать эти заторы для того, чтобы сражаться и защищать Божьи стандарты в своей жизни. Заторы, которые препятствуют высвобождению Божьего благословения, Божьих обетований для наших жизней. И Господь дал неванту, знаете, ну, пророческие люди, они такие странные иногда откровения получают. Вот, ага, и тогда Господь дал мне знамение. В моей квартире просто в то время, пока я не поняла это знамение, в моей квартире грохотали все трубы. Я живу на первом этаже, и знаете, на первом этаже все проблемы с канализацией проявляются в первую очередь. Так что если что-то случается в этом плане, то я узнаю первое об этом, живя на первом этаже. И тогда это было реальное, очень серьезное знамение. В моей квартире грохотали все трубы, просто так тут шум стоял такой. И я говорю, Господи, что происходит вообще? И главное, что не происходит ничего, но грохот стоит просто очень сильный. И тогда Дух Святой мне проговорил, я пробиваю пробки в призваниях моих людей. И я высвобождала это тогда. И Господь мне в пророческом сне показал вантус, для того, чтобы пробивать вещи, которые Он приготовил для моей жизни. и сражаться за Его стандарты и за Его благословение для меня, за Его волю для моей жизни. И я точно знала в тот момент, что это не только для меня, это для многих-многих людей в теле Христа, которые призваны войти в новое с Господом, в новую жизнь с Господом, в новый сезон с Господом. И вот Бог эти два года готовил очень многих в теле Христа для того, чтобы войти в совершенную волю для наших жизней, совершенную волю от Господа. И в это время Отец говорит мне особенным образом о том, что Он окончательно теперь вмешивается в сферы, которые своими силами мы не могли сдвинуть. Он в это теперь вмешивается. Одно дело, знаете, когда ты делаешь свою часть и вантусом пробиваешь эти пробки, да? Кстати, когда тогда знамение, я услышала голос Господа, знамение тут же прекратилось, то есть оно было мною прочитано, осознанно, и тут же наступила тишина в моем доме. У меня здесь пятиэтажный дом, вот, и я, значит, живу в основании, на первом этаже. И знаете что? Вчера, когда... Вчера был у меня великий день. Когда-нибудь я смогу поделиться этим. Вчера был великий день. И сейчас, дорогие, великое время для вас. Я вам сегодня просто высвобождаю сердце Отца, высвобождаю пророчески великое время для вас, когда тотальные прорывы приходят, и Божьи вещи в вашей жизни рождаются. Божьи вещи, которые были в пути, начинают проявляться в физическом виде, в физическом воплощении. О, слава тебе, Господь! И вчера, когда я славила Господа за то, что одна из сфер, один из вопросов, которые я в своей жизни должна была этим вантусом пробивать, то есть сражаться за полное высвобождение от прошлого и сражаться за соответствие Божьей воли для моей жизни. И в жизнях многих людей это связано с последствиями неправильно принятых решений во время сухого сезона, когда двигались своими силами, своим пониманием. Ну, просто, знаете, такой период выживания. И были приняты некоторые неправильные решения в жизни многих людей, или такое отдаление от Господа. И вот сейчас происходит это освежение, восстановление в нужной позиции в Господе, во Христе, Одесную, Отца на небеса. И вот вчера я славлю Господа, молюсь, благословляю просто имя Господне за то, что Он делает даже в моей личной жизни. Я благословляла все тело Христа, потому что ясно мне Дух Святой показал, что Он это сейчас будет производить в жизни многих-многих людей. Поэтому я передаю это сейчас вам, высвобождаю это сейчас в эфире. И принимайте это во имя Иисуса. И я вот славлю здесь, в этой же комнате Господа, молюсь, радуюсь. И прямо вот в этом окне, впервые за три года, когда я живу в этой квартире, в этом доме, впервые прямо к моим окнам, к моему дому, подъезжает такая огромная красная машина, красивая такая, новенькая такая, чистенькая, красная машина с огромными такими шлангами для того, чтобы прочищать. И у нее такая, знаете, сирена вопела и светилась для того, чтобы прочищать канализацию в этом доме. О, слава тебе, Господи! И Дух Святой в этот же момент сказал мне, смотри, ты была верна в том, что ты делала то, что я тебе говорил. Это вантус, да, когда ты делаешь свою часть и сражаешься за Божьи стандарты в своей жизни. Но теперь я пришел, и я делаю это тотально. О, дорогие! И я сегодня здесь, чтобы сказать вам, что божественное усиление и укрепление приходит к вам для того, чтобы принести тотальные сдвиги, тотальные прорывы в сферах, в которых вы сражались в эти годы. И вот как важно, почему важно нам делать свою часть, верно. Да, вы можете не видеть победы тотальной, но важно делать свою часть и сражаться за то, что Бог сказал вам. Не идти на компромисс с стандартами, которые Отец высвободил для вас. Не идти на компромисс с врагом из-за того, что я не вижу окончательного ответа и проявления Божьего обетования в какой-то сфере своей жизни. Очень важно сохранять позицию на Слове Божьем, сохранять то место и защищать свое место, в котором вы отделены от Господа полностью, и враг не может к вам прикоснуться. Есть большая разница между тем, чтобы идти на компромисс с вещами, через которые в вашу жизнь приходили демонические провокации, демонические атаки, демоническое осуждение, разрушение, воровство. И при этом заявлять эмоционально «Иисус мой Господь», «Иисус победитель», «Я принадлежу Господу». Есть разница между такой позицией, когда по факту ты не защищаешь позицию истины в своей жизни, но поддаешься и прогибаешься обстоятельствам, которые вынуждают тебя идти на компромисс. И есть вот большая разница с этим, и с той позицией, когда ты занимаешь Божий стандарт, даже не видя окончательной победы от Господа, даже не видя исполнения Его Слова, но настолько доверяя Ему, что продолжаешь, несмотря на обстоятельства, защищать позицию истины, защищать стандарт Божьей воли для тебя в своей жизни. И тогда, когда твое сердце всецело предано Ему, Господь уже нашел тебя, дорогой и дорогая. Я говорю вам сегодня, что вы уже найдены Господом, для того, чтобы теперь в те ситуации, где вы не видели победы, пришло Божественное вмешательство и Его тотальный прорыв вместе с наградой и воздаянием, которые вы увидите. И я вам говорю, что в ближайшие недели вы увидите усиление, мы все увидим усиление Божественного очищения наших жизней от небожьих вещей, от всех вещей, которые не соответствуют Его стандарту, а также от тех вещей, которые были пробками, заторами на пути исполнения Божьей воли в ваших жизнях. В ближайшее время вы увидите Божественное усиление и Его вмешательство. Это выглядит так, как будто несколько лет не могло произойти даже какая-то вещь совершенно логичная, необходимая. И это выглядит так, что вы остаётесь верными Богу, несмотря на то, что, казалось бы, вещи, которые должны были произойти уже несколько лет назад, они не происходят, и ты не можешь на это повлиять. И вот на днях, где-то около... Ну, в этом месяце, в общем, в этом месяце, в сентябре, Господь показал мне, это ещё в Одессе я была, что вот эти демоническое воровство, дьявольское воровство, которое было в жизнях Его людей, допущено и сопровождалось этой несправедливостью, беззаконием, ложью такой демонической, Он показал мне, что вот это коварство и дьявольское воровство истощилось. Истощилось. Ясно, Дух Святой показал мне это. Оно истощилось. И я ободряю вас сегодня не сдавать свою позицию, не сходить с пути Божьего Слова для вас. Вы увидите ответ от Господа, и щедрое воздаяние от Него вы увидите за позицию послушания и за сражение за Божьи стандарты и то, что принадлежит вам в Господе. Знаете, я где-то пару месяцев назад увидела в Ютубе такую новость. Это прям новость была, которую на украинском телевидении транслировали, говорили об этом. По-моему, передачи вот у нас в Украине есть на национальном телевидении ТСН, то есть новостные сюжеты, новостная передача. Они передавали такую новость интересную. Я обратила на это внимание, улыбнулась по поводу этой новости, но потом Господь мне ясно проговорил по этому поводу. В Полтавской области, в каком-то из сёл была ферма, было фермерское хозяйство, на котором держались, значит, там разные животные. И человек, который занимался этой фермой, это было не его помещение, он его арендовал, и вот у него произошёл какой-то конфликт с хозяином этой фермы. И, в общем, хозяин, из-за того, что этот арендатор был недобросовестный и в плохих условиях, очень в грязном всё состоянии там было, он содержал животных и, значит, эту ферму, хозяин решил у него забрать эту ферму и лишить его возможности быть там, из-за того, что он очень плохо всё это ведёт, это хозяйство. И вот, значит, этот арендатор, насколько я поняла из этой новости, решил в отместку этому хозяину сделать такую вот пакость и для него, и для всего села. Он, значит, во всяком случае, так было сказано в новостях, он однажды ночью открыл, значит, двери этой фермы и выпустил в село стадо свиней. И вот с того дня это, значит, стадо свиней и больших, и маленьких поросят бегает по всему селу по ночам и пожирает все урожаи. А это же ещё, это был сентябрь, начало сентября, кажется, или камнец августа. Если не ошибаюсь, это был сентябрь всё-таки. Это же время, да, урожаев, когда всё уже созрело. И вот эти свиньи, прямо в сюжете это показывается, как они вытаптывают кукурузу, пожирают там, как они тыквы, овощи любые, которые у людей росли на огородах, на их земле. Они буквально, это выглядит так, что они утром встают, выходят из своего дома, а у них, значит, на огородах просто потоптано, всё вытоптано, съедено, уничтожен урожай. Люди просто не знают, что делать. Они жалуются руководству села, они терпят, значит, потери. И это просто стадо свиней было замечено многими людьми, но никто ничего не мог сделать. Они просто вытаптывают, пожирают всё, но никто не имеет права их ни отстрелить, ни словить, потому что они им не принадлежат. И, значит, ситуация такая, что глава, значит, этого села, он говорит, что никто не имеет права с этими свиньями ничего сделать, но при этом мы все несем урон. И вот такая абсурдная ситуация. И человек, владелец этих свиней, тоже ничего не предпринимает. И, в общем, они говорят, нам нужно создать какую-то комиссию, которая займётся этим вопросом. Представляете, создать нужно отдельный орган новый в этом селе, чтобы она, значит, решила вопрос только этого стада, которое гоняет по селу и вытаптывает урожаи людей. Безумная ситуация, а так, что уже аж до новостного сюжета национального телевидения не дошло, потому что несколько недель никто не может эту проблему решить. И вот гоняют, и прямо показали этих свинок, которые бегают по селу, убегают от людей, вытоптали всё и убежали. И вот показывают их, значит, на национальном телевидении. И вот никто ничего не может сделать. Абсурдная совершенно ситуация. Хозяин этой фермы, арендатор, пропал, и никто ничего не может решить. И знаете, у меня был один пророческий сон, в котором вот Господь показал мне, что это, он мне показал это конкретно как поросёнка, как свинью, которая топталась на угодьях, на имуществе, на территориях, которые принадлежат нам. То есть это как прообраз. Он показал мне, что вот это воровство дьявольское, которое уничтожает просто, раскрадывает, растаптывает то, что принадлежит нам. И ничего, и всё это сопровождается такими обстоятельствами, абсурдными и беззаконными, что никто не может ничего сделать. И он мне проговорил в этот момент, что вот так в жизни многих моих людей было допущено дьявольское воровство, что дьявол ходил и просто разворовывал определённые сферы жизни, определённые имущества, определённые территории. В моей жизни это связано с конкретной территорией, которая вот так была дьяволом украдена с помощью беззакония, с помощью лжи. И просто это сопровождалось такими изощрёнными схемами беззакония, что не получалось это решить всё как-то быстро. Я понимаю, что это победа от Господа. И вот Господь показывает мне, что вот это беззаконие истощилось, оно закончилось. Что вот эта ситуация, когда ты видишь, что дьявол разворовывает, но ничего не можешь с этим сделать, и никто тебе не может помочь, но ты сражаешься за это, ты делаешь всё, что может от тебя зависеть. И понимаешь, что победа придёт от Господа. Дорогие, и Дух Святой сказал мне, чтобы настало время, а то время, когда я сам прихожу, приезжаю со своей машиной, прочищающей, пробивающей все заторы, которые мешали получению тотальной Божьей победы в сферах, где было допущено дьявольское воровство и вот это растаптывание и разворовывание. Драгоценные здесь есть важный момент. Нам очень важно защищать свои границы. И несмотря на то, что, может быть, в вашей жизни есть вопросы, на которые вы не можете повлиять, но на что вы можете повлиять, так это на то, чтобы ваши личные границы не мог перейти тот, кого используют или что используется дьяволом для того, чтобы вносить в вашу жизнь, в вашу личность разрушение, манипуляции, провокации, насилие, унижение, уничтожение, осуждение, вы тоже можете это сделать. Даже если в каких-то вопросах, независимых от вас, вы не можете повлиять, но на себя и свои личные границы это всегда только наша ответственность, это то, на что мы можем повлиять всегда. И это первое, что нам нужно сделать. И Душа это показывает мне, и я передаю это в жизни многих людей, именно о важности защиты своих границ, восстановления границ своей личности, восстановления границ своей души, восстановления границ своей личности, своей жизни. Это очень важно. Вот когда вы не соглашаетесь на компромисс с врагом и защищаете территорию своей личности, и продолжаете стоять в позиции истины, и занимаете эту позицию истины, наступает момент, когда сам Бог приходит и вмешивается в те вопросы и сферы, где вам нужно сверхъестественное, божественное усиление и укрепление для тотального прорыва. И Бог уже нашел вас, чтобы сделать это, Он видит вашу верность, чтобы сделать это. Ободряю вас, держаться Божьего призыва и его поручения для вас, его стандарта для вас. И хочу еще, одна из последних вещей сегодня, передать слово, которое Господь дал мне в семнадцатом году. Он мне показал этот процесс, в который мы войдем, это было в семнадцатом году, это было в августе. И в эти дни Дух Святой напомнил мне это и поднял это во мне. И показал мне, что определенный эпогей разрешения этой ситуации происходит сейчас, этого процесса в теле. И этот процесс связан с вызовами в период подготовки пророческих ходатаев в эти годы. А вызовы и атаки, которым были подвержены пророческие ходатаи в это последнее время. И Дух Святой поднял во мне это и проговорил мне, что в это время, когда Он очищает жизни своих людей от всех вещей, которые не соответствуют его стандартам. Когда Его огонь работает в действии, огонь Его ревности, Его очищающий огонь. В это время происходит то, что было показано мне в этом пророческом сне. Это был очень ясный, очень мощный пророческий сон. В августе 2017 года я увидела место, удивительное место, вы знаете, это неземное место. Прекрасное, похожее на то, что, на эти прекрасные природные места, которые есть на земле. Но это была небесная сфера. Это была сфера, где все живое, где все пышет жизнью. Это была небесная сфера нашей души. Как уже Дух Святой мне объяснил после, когда я молилась об этом. Эти прекрасные места, это живое небо, это живые, удивительные, сочные, облагоухающие поля и сады, в которых я оказалась. Я увидела, как в этом месте просто была остановка времени. Я не знаю, как это объяснить. Время замерло. Все выглядело так, как будто время замерло. И над этим местом прекрасным, которым просто все было пропитано жизнью и каким-то удивительным кристальной чистотой, благоуханием, над этим местом я увидела, как зависли в воздухе огромная-огромная стая, диких уток. Они зависли и замерли. И я начала оглядываться вокруг, и больше никого не было. Была вся эта кристальная чистота, красота, благоухание, и эти зависшие дикие утки, которые летели в стае и замерли в одном месте. И когда это произошло, я увидела, что в эту территорию прекрасную, чистую, небесно красивую вторглись охотники. Они просто своими сапогами начали растать. Они вошли туда, и они начали стрелять в этих уток. И все выглядело так, что они просто убьют сейчас их всех, потому что они даже не летят. Охотники убивают уток в полете, когда птицы летят, и они попадают в них и убивают. А здесь утки были, зависели низко над землей, казалось, вообще прямо над деревьями. И замерли. Конечно, них сейчас все убьют. То есть такая демоническая угроза была. Но меня изумило в этом сне тот факт, что утки не были убиты абсолютно. Я не знаю, как это произошло, но я в итоге увидела, что охотники тащили друг друга из этого места ранеными, и многие были убиты. Сами охотники, те, которые хотели стрелять в этих уток, они были вынуждены уйти из этого места в полном поражении, разбитые, раненые, и я видела, как многих тащили сами же они, просто убитыми. Они стреляли в уток. Утки — это пророческие ходатая, это прообраз пророческих ходатая. Это была атака на сферы души, небесные сферы души. Атака осуждения, атака клеветы, атака направленная на то, чтобы убить то, что является стратегически важным в Божьем движении в это время. А это именно пророческое ходатайство. И пророческие голоса, и люди, которые стоят на страже с пророческим взглядом, стратегически выполняют стратегически важную роль в новом Божьем движении, которое готовится сейчас. И недавно одна моя дорогая сестричка, которая участвует с нами в служении, прислала мне видение, которое она видела недавно. И она видела Иисуса с армией, Иисуса, который был в ожидании, Иисуса, который был, ну, знаете, вот она увидела его в предвкушении, что он в определённом волнении и ожидании чего-то. И она задала себе вопрос, чего ожидает Господь, что происходит. И он был как воин. И она увидела, что идёт мобилизованная армия, в переди которых, церковь, в переди которых идут ходатайи и возносят голоса, эти пророческие ходатайи возносят голоса призыва Господа, призыва Господа, призыва пробуждения, призыва, чтобы он вышел. И Господь ожидал этого призыва. И когда он услышал этот призыв, он рванул. И рванул, как лев, навстречу этой армии. Халлелюя! И вот что я хочу сказать, что пророческие ходатайи, пророческие голоса в это время играют стратегическую роль на передовой этого Божьего движения, на передовой этой Божьей армии, которая мобилизуется сейчас. И враг поэтому атаковал сферу души этих людей, которых Бог снаряжал в это время, которое выглядело как остановка, которое выглядело так, как будто Бог закрыл вас, и вы не можете двинуться в то, что Он вам пообещал. Выглядело это так, что вы не можете никуда двинуться, и именно в это время дьявол пытался атаковать. Но Господь сказал мне, что вот именно сейчас мы находимся в моменте, когда наши глаза увидят, что в жизни таких людей именно то, что приходило как атака, и будет поражено. Именно то, что приходило и являлось врагом, его же оружие, этого врага, будет использовано против этой атаки демонической. Это как Аман, который готовил виселицу для Мардахея, потому что он не склонялся перед Ним и поклонялся только своему Богу, занимал позицию сердца, полностью преданного своему Господу, и не шел на компромисс с человеческим и тем, что бросало вызов Богу. И вот Аман готовил эту виселицу, и потом сам же, сам же, когда Бог вмешался, сам же Аман был на этой виселице и повешен. Сами эти охотники своим же оружием перебили друг друга. Впоследствии Божьего вмешательства, сверхъестественная божественная защита стоит и есть на тех людях, которые преданы Господу. Проходили и проходят свой этап подготовки, тренировки, снаряжения, онлайн-обучения Духа Святого в это время для того, чтобы исполнить функцию, свою роль, свою функцию, войти в эту функцию в это время. Во время, когда Божья армия мобилизуется, и одна из важнейших вещей, которая происходит, это наша страсть по возвращению, по приходу нашего Господа, это наша страсть по пробуждению, это наша страсть по тому, чтобы Господь явил Себя снова на этой земле, и наша готовность сделать все, что для этого потребуется. И знаете, это должно быть не просто словами, это должно подтверждаться нашей ежедневной жизнью, когда мы отстаиваем Божьи стандарты в своей личной жизни, и не идем на компромисс с врагом. Во имя Иисуса Христа, Отец, я благодарю Тебя, что Твоя сверхъестественная помощь, Твое усиление и ускорение приходят в жизни Твоих людей. Я благодарю Тебя, что Твоя сверхъестественная защита и благоволение проявляется особенным образом в это время на Твоих людях. Я благодарю Тебя, что то, с чем враг выходил против них, обращается против него самого же. И всякая атака, которая была направлена на людей, которых Ты приготовил для этого времени, на людей, которые шли за Твоим голосом, на людей, которые пошли в послушании Тебе, даже если это вызвало осуждение и непонимание в их среде. Я благодарю Тебя, что Ты сам выступаешь за них, побораешь за них и выходишь впереди них как сильный ротоборец, как муж брани во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, что Твоя сверхъестественная защита проявляется в том, что всякая атака, направленная на них, будет отвергнута без успеха, безрезультатно. И всякая атака будет обращена Тобой и обращается уже сейчас во благо этих людей, каждого такого человека, кто нуждается в Твоем вмешательстве. Прямо сейчас молюсь об этом во имя Иисуса. Дорогие, каждая атака, обращенная против Вас, Богом, используется для того, чтобы враг был посрамлен, чтобы он был посрамлен, чтобы Аман был повешен на своей же виселицей, которую он готовил для Вас, чтобы то беззаконие посрамления, которое враг приносил в Вашей жизни через свои атаки, чтобы оно само настолько было опозорено, обезврежено и посрамлено именно тем, Бог всегда так делает, именно тем, что как раз то, что атаковалось в Вашей жизни дьяволом, именно это Бог возводит на видимое место. Именно Ваше посвящение, именно Ваше послушание, именно те вещи, которым Вас призывал Бог в это время, призывает, Он выведет это в такой свет и поставит это на такую позицию, знаете, как свеча, которую Бог не прячет под кроватью. Он ставит это на такую позицию, что это становится наоборот, еще более видимым и осязаемым и замечаемым для всех окружающих и становится понятно, все, это Бог делает, это Бог Сам заступается за этого человека и всякая ложь дьявольская будет посрамлена и отвергнута с позором во имя Иисуса Христа. На Вас же, дорогие мои, Божий свет восходит и слава Господне воссияет над нами и к этой славе, восходящей над телом Христа, придут цари и поклонятся тому Господу, тому Господу, который поднимает сейчас нас в своей силе, в своей вере, в своем благоволении. Его благоволение поднимается от нами во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас этим, высвобождаю это в вашей жизни и провозглашаю, что в это время, в окончании этого года, мы входим с вами, дорогие, в сезон радости, в сезон радости от исполнения и воплощения Божьих обетований для наших жизней и каждого лично, и для Церкви Божьей, для Тела Христа, обетования последних дней. И мы будем праздновать и радоваться и танцевать, и выходить со словословием Господу, потому что Его рука, Его верность будет как никогда видна на Его народе, что всякое слово Его, всякое обетование, даже если оно выглядело, как задерживается, что вот никак не воплотится, мы входим во время воплощения этих обетований. И это радость нового измерения, радость не только веры, но радость от воплощения Божьей верности в Его конкретных обетованиях для наших жизней. Во имя Иисуса Христа, дорогие, благословляю вас. Поделитесь, пожалуйста, этим видео. Я верю, что это слово, это послание будет ободрением для тех, кто нуждается сейчас в таком Божьем вмешательстве в своей позиции стражи, в своей позиции снаряжения от Господа. Поделитесь этим видео. Также хочу вам сказать еще несколько вещей, что я с этого времени буду выходить в эфире чаще. И поэтому очень важно, чтобы вы подписались не только на странице, поставили галочку все уведомления включены, но меня часто спрашивают, и приоритет в показе там нужно указать, но меня часто спрашивают, все это сделали, галочки поставили, но почему-то нет уведомлений. Когда вы заходите на видео записи моих эфиров, а кстати все записи прямых трансляций с этой страницы находятся здесь же в разделе видео, вы можете зайти в раздел видео, там есть плейлисты по тематикам. Вот когда вы заходите на запись любого моего эфира в записи, справа, там где текст, описание, настройки, есть колокольчик, там нужно включить уведомления именно о трансляциях, и тогда вам будут приходить уведомления. Сделайте это, если вы еще этого не делали, чтобы ничего не пропустить из прямых эфиров и трансляций. Я буду выходить также с эфиром, отдельным эфиром для того, чтобы отвечать на некоторые ваши вопросы, так что в ближайшее время я выйду с первым таким эфиром, чтобы ответить на самые актуальные вопросы, которые вы задаете мне. Также, дорогие, у нас запущена страница ВК. Аллилуйя! Так что у нас уже, слава Богу, работает моя страница ВК. Вы знаете, что ВК у нас заблокирована, как российский сайт в Украине, им очень тяжело пользоваться. Но у нас, слава Богу, уже запущена страница ВК. Это та самая моя страница, которая была, мой личный аккаунт, но теперь туда уже выкладываются эфиры, посты. Поэтому, если у вас есть аккаунт ВКонтакте, там все то же самое, что в Фейсбуке, но вы можете делиться этим для тех людей, которые есть только ВКонтакте. Очень многие россияне только ВКонтакте. И очень важно, чтобы послание от Господа, слово от Господа достигало наших братьев и сестер в России, тех людей, кто обитает в этой социальной сети. Так что вы можете заходить туда, делиться трансляциями, записями, делиться постами или пророческим словом. Все этим уже можно пользоваться, страница будет вестись. Так, что еще? Да, в это воскресенье, в это воскресенье, сегодня пятница, то есть послезавтра, в 10.00 утра по киевскому времени я выйду в эфир. Также в 10.00 по Киеву. Я выйду в эфир и также поделюсь некоторыми новостями. Так что буду рада видеть вас в прямом эфире в воскресенье. YouTube. По поводу YouTube. Я верю, что в ближайшее время получится запустить YouTube, но для меня остается актуальным вопрос второго мощного устройства. То есть для того, чтобы эфир делать одновременно в Facebook и в YouTube нужно два устройства. И этот вопрос пока открытый. Но я верю, что в ближайшее время все-таки это сделать получится у нас. Так что я хотела вам сообщить, что я буду чаще выходить в эфире, поэтому очень важно следить за уведомлением, чтобы вы ничего не пропустили. Спасибо всем, кто поделился этим видео. Спасибо всем, кто писал комментарии. Я очень рада была видеть вас в прямом эфире и буду счастлива встретиться с вами в воскресенье. Халлилуйя! Господь царствует! Благословляю вас, драгоценные, с Богом! Славных вам выходных!